Приветствую вас, Возле Могоси, братья и сестры. Сегодня в православном мире, я бы так назвал, День Трезвости. А почему он именно сегодня? Потому что мы вспоминаем 11 сентября, День Памяти Высекновения Головы Иоанна Крестителя. Нужно вспомнить хотя бы в двух словах историю, почему именно это связано с этим. У царя Ирода был день рождения, и танцевала девица, таким блудным танцем, я бы сказал. Эта дочка была Соломей, ее звали, а дочка Иродиада. Ирод, как вы помните, Антипа, и она так угодила им, что он решил ей, пообещав, говорит, проси, что хочешь, хоть полцарства. Но пыщащая, дыщащая, злобой, ненавистью к Иоанну Крестителю, ее мать, посоветовала ей попросить ни много ни мало о голову на блюде Иоанна Крестителя. Что и сделал, исполнил царь Ирод, потому что не мог отсказаться уже от своего обещания при людях, которые дал он, к сожалению, хотя в принципе-то мог, каждый человек отвечает за свои слова. Но тем не менее, он устыдился. И голова Иоанна Крестителя была принесена на блюде. Он стал первым пророком Нового Завета и, скажем так, первым мучеником за Христа. И вообще, Иоанн Креститель все делал, как бы предтеча, почему его называют, перед Христом ушел. И, конечно, ни в одной посиделке, где есть алкоголь и тому подобное, не бывает сугубо радостно. Чаще всего мы слышим, там кого-то какая-то поножущая, там убили, там еще что-то. То есть, всегда в каких-то алкогольных компаниях бывает какая-то беда. Дай Бог, если сейчас, как статистика говорит, что культура винопития в России улучшается, меньше алкоголизма, ну, другая страсть появляется. Загажется зависимой, граммани. Как одна мне прихожанка говорит, я вышла замуж, я в шоке. Я замуж вышла или из-за танчики. И вот одна страсть сменяется другой. Но самое главное, что мы сегодня вспоминаем, человека, который претерпел за Бога, скажем, ближайший друг Христа, именно в том, что люди находились в пьяном угаре и не смогли отриться от своих слов. В частности, и род. Берегите себя, своих близких и свои души. Аминь.